Степени сравнения прилагательных в английском языке. Прилагательные помогают нам описывать предметы и людей и отвечают на вопрос «какой?». Часто нам нужно сравнивать какие-то предметы или людей по их качествам или особенностям. Например, сказать, что какой-то предмет красивее или самый красивый. Какой-то человек сильнее другого или самый сильный. Для этого мы используем степени сравнения прилагательных. В английском языке существует три степени сравнения прилагательных, которые образуются по своим правилам. Положительная степень. Сравнительная степень. Превосходная степень. Положительная степень прилагательного в английском языке – это обычная прилагательная, в простой форме, в которой он записан в словаре. Мы используем положительную степень, когда описываем признаки или качество человека или предмета, не сравнивая его с другим или другими. Например, big – большой, small – маленький. Если нам нужно сравнить предмет или человека с другим, тогда мы используем сравнительную или превосходную степень. Сравнительная степень прилагательного используется, когда мы хотим отметить, что предмет или человек обладает какими-то качествами или характеристиками в большей степени, чем другой или другие. То есть, что-то или кто-то ярче, сильнее, красивее и так далее, чем другой предмет или человек. Например, Образование сравнительной степени прилагательного. Короткие слова в английском, то есть такие, которые состоят из одного или двух слогов, образуют сравнительную степень добавлением er в конце. Например, Long – longer Длинный – длиннее High – higher Высокий – выше Wide – wider Широкий – шире Но тут есть ряд правил, которые нужно запомнить. Если прилагательное заканчивается на сочетании гласный плюс согласный, то согласное удваивается. Big – bigger Большой – больше Hot – hotter Горячий – горячее И так далее. Если прилагательное заканчивается на y, тогда y меняется на i. Easy – easier Легкий – легче Dirty – dirtier Грязный – грязнее или более грязный Прилагательное, которое оканчивается на full, ing, ed, less А также длинные прилагательные, в которых три слога и более Образуют сравнительную степень при помощи слова more – более Interesting – more interesting Интересный – интереснее Boring – more boring Скучный – скучнее Beautiful – more beautiful Красивый – красивее Есть ряд прилагательных, которые образуют сравнительную степень двумя методами И при помощи добавления er, и при помощи добавления слова more Clever – cleverer, more clever Умный – умнее Polite – politer, more polite Вежливый – более вежливый Narrow – narrower, more narrow Узкий – уже Если нам нужно сказать о человеке или предмете, что он самый-самый Например, самый красивый, самый большой, самый крутой Мы используем превосходную степень прилагательного Soft – the softest Мягкий – самый мягкий Big – the biggest Большой – самый большой Образование превосходной степени прилагательных в английском Короткие слова в английском, то есть такие, которые состоят из одного или двух слогов Образуют превосходную степень добавлением est в конце прилагательного При этом нужно помнить, что перед прилагательными в превосходной степени мы используем артикль the Small – the smallest Маленький – самый маленький Fast – the fastest Быстрый – самый быстрый При образовании превосходной степени тоже действует правило удвоения согласной Если прилагательное заканчивается на сочетании гласной плюс согласной Big – the biggest Большой – самый большой Hot – the hottest Горячий – самый горячий А если прилагательное заканчивается на Y, она меняется на I Happy – the happiest Счастливый – самый счастливый Busy – the busiest Занятой – самый занятой Прилагательные, которые оканчиваются на full, in, ed, less А также длинные прилагательные, в которых три слога и более Образуют превосходную степень при помощи the most – самый Благодарный – самый благодарный Интересный – самый интересный Некоторые прилагательные образуют превосходную степень двумя способами При помощи EST на конце с добавлением артикля D И при помощи слов the most – самый Умный – самый умный Вежливый – самый вежливый Некоторые прилагательные в английском языке не подчиняются Общим правилам образования сравнительной и превосходной степени Их нужно просто запомнить Хороший – лучше – самый лучший Плохой – хуже – самый худший Маленький – меньше – самый маленький Выучить до автоматизма все три формы сравнения прилагательных А также исключения, которые чаще всего употребляются в речи Вы сможете с помощью нашего тренажера Ссылка на который будет добавлена в описании к видео Продолжение следует... Продолжение следует...